Ну, поздравляем вас с юбилеем. Сегодня Любовь Ефименко принимает не только теплые слова в честь своего 80-летия. Один из главных подарков – новая крыша. Кровлю ее дома вскоре починят. Глава поселения пообещал, она следующая в списке строительных бригад. Вот только память человека так не золотаешь. Страх, который пенсионерка испытала в тот момент, когда шифер начал разбивать град, она забудет нескоро. Я была в комнате, уже все, птицу загнала, и тихо в комнату зашла. И оно, как ударило, и телевизор, и вот уже антенну разбило, и кровать, начало все обваливаться. Чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные дома, в Станису приехали сотни рабочих. Еще неделю назад Новокорсунская напоминала Станису после бомбежки. Град размером с куриное яйцо и защитил крышу практически всех домов и выбил окна. Но уже сейчас это одна большая стройка. Встретить дом, где не стучат молотками, сегодня сложно. Оценить ход восстановительных работ по поручению губернатора региона в Станису приехал его первый заместитель Андрей Алексеенко. Он посетил социальные объекты в списке первоочередных задач отремонтировать местную школу. Сейчас в ней уже поменяли окна, до конца недели бригады кровищиков застелят крышу. А уже к 20 июля, обещаю строители, образовательное учреждение будет полностью готово, как и большинство домов Станицы. За вот эту неделю ситуация коренным образом поменялась. 99% уже укрыты пленкой. Сейчас активно идет восстановление крови уже основными материалами, шифером, металлопрофилем. Поэтому люди здесь работают. Выплаты получили в пятницу 135 человек. До конца суток планируем еще более 300 выплат осуществить. И в течение этой недели выплаты получат все. На компенсации пострадавшим в результате этого природного катаклизма выделили около 150 миллионов рублей из резервного фонда края. Большую помощь в ликвидации последствий ледяной атаки оказывают волонтеры. На сегодня наехали с других даже районов волонтеров 250 человек. У нас работают казаки от 80 до 30 в день. Каждый день кто-то приезжает, кто-то помогает, привозят нам продукты, питание. Больница в Новокорсунской уже принимает пациентов, реконструируют и соседнее здание поликлиники. Крыши в многоквартирных домах в конце недели строители будут утеплять. Напомню, ледяная буря 30 июня накрыла несколько районов края. В Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском. Город невероятных размеров уничтожил не только крыши домов и сельхозпостройки. Побил практически весь урожай. Пострадало около 50 тысяч гектаров. Удар стихии, безусловно, нанес колоссальный ущерб району. Но с теми темпами, с которыми сегодня идут восстановительные работы, ледяная бомбежка в скором времени останется лишь в памяти станичников и на кадрах видеосъемки. Ксения Галич, Игорь Звенаревский, Кубань, 24, Тимашевский район.